Валерия Королева Валерия Королева Если быть точнее, то на сегодняшний день привито более 72 тысяч человек, из них второй компонент вакцины получили более 67%. О чем это говорит? О том, что именно это количество людей, таких больше 47 тысяч, полностью завершили цикл вакцинации и имеют защитный иммунитет коронавирусной инфекции. Следует отметить, что от общего числа привитых больше 55% составляют лица в возрасте старше 60 лет. Эта стратегия является правильной, так как мы в первую очередь вакцинируем приоритетные группы риска. Это люди старшей возрастной группы, работники отдельных профессий, медицинские работники, работники образования, учреждения социальной защиты, государственные гражданские служащие, работники многофункциональных центров, а также представители различного рода силовых ведомств. То есть те, кто в большей степени подвержены риску заражения. И все это проводится в рамках массовой вакцинации, которая в России стартовала 18 января текущего года. На сегодняшний день в Тверской области применяется вакцина производства научного центра Гамалея, Гам-Ковид-Вак, она же спутник ВИ. И здесь я хотел бы акцентировать внимание наших зрителей и слушателей на том, что это один и тот же препарат. Спутник ВИ – это коммерческое наименование препарата. Гам-Ковид-Вак – это международно не пантинованное наименование вакцины. Многие считают, что это разные вакцины. И даже были случаи, когда к нам поступали обращения, что обещали вакцинировать спутником, а привили Гам-Ковид-Вак. Я совершенно авторитетно могу заявить, что это один и тот же препарат. Другие препараты, которые зарегистрированы в Российской Федерации и на сегодняшний день готовятся к выпуску в гражданский оборот, на территорию Тверской области не поступали и в ближайшее время, пока их поступление не ожидается. То есть основным препаратом, который применяется в рамках массовой вакцинации для иммунизации населения против коронавирусной инфекции, является вакцина Гам-Ковид-Вак, она же спутник ВИ. Александр Сергеевич, а достаточно ли поступает вакцина в регион? Это вопрос, который волнует наиболее часто наших телезрителей, которые звонят, спрашивают, достаточно ли, сколько уже ДОС поступило, большие ли это партии и вообще по какому принципу они распределяются по прививочным кабинетам? Ну, начнем с того, что поступление вакцины в Тверскую область осуществляется в соответствии с распределением, которое обеспечивает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Существует модель по достижению целевых индикаторов иммунизации против коронавирусной инфекции, которая рассчитана для каждого субъекта индивидуально, в том числе и для Тверской области. В принципе, параметры модели включают в себя численность населения, количество переболевших и количество подлежащих вакцинации. Соответственно, вакцины к нам поступают в регион партиями для того, чтобы обеспечить поэтапную иммунизацию всех подлежащих вакцинации лиц. Так вот, на сегодняшний день в Тверскую область поставлено более 72 тысяч вакцины. В ближайшее время мы ожидаем поступления очередной партии препарата, если быть точнее, то 7700 доз вакцины «Спутник». И в течение ближайших 10-15 дней к нам в регион поступит еще порядка 10 тысяч доз вакцины. В последующем объемы поступающей вакцины будут увеличиваться, так как требуется наращивание темпов вакцинации с целью достижения пороговых значений вакцинации к концу августа 2021 года. Напомню, что у нас в регионе, да как и в стране в целом, должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения, которое подлежит вакцинации, которые не болели, не имеют антител и должны привиться. Что касается организации распределения вакцины по медицинским учреждениям Тверской области, то Министерством здравоохранения Тверской области в ежедневном режиме проводится мониторинг по использованию имеющегося препарата, по количеству привитых против коронавирусной инфекции, как первым компонентом, так и вторым компонентом. И работа построена таким образом, чтобы обеспечить в наших учреждениях здравоохранения, которые проводят вакцинацию, неснижаемый запас вакцины. Да, могут быть непродолжительные перебои с наличием препарата не дольше 1-2 дней. Это связано с тем, что вакцина поступает к нам централизованно и распределяется Минздравом Российской Федерации. То есть могут быть накладки, но они не затягиваются надолго. То есть если даже и получается, что у нас где-то вакцина кратковременно отсутствует, то, как правило, этот период выпадает или на выходные, или занимает, как я уже сказал, очень непродолжительное время. Поэтому на сегодняшний день у нас все медицинские учреждения обеспечены вакциной, и в дальнейшем объем поступающей вакцины будет только увеличиваться. Роман Владимирович, вопрос к Вам. Как работает этот препарат «Спутник Ви»? Это вакцина аденовирусная, векторная. Она помогает вырабатывать тела в отношении эспептида. Эспептид – это протеин, при помощи которого вирус внедряется в клетку. То есть это тот лучший, который он использует, чтобы проникнуть в организм. Это как раз те ошибки, которые обычно рисуют, когда изображают коронавирус. Аденовирус, по сути, является неживым. То есть он лишен способности к размножению. В него внедрен ген, отвечающий за синтез, за производство этого белка. Он поступает в организм, этот вектор. Какое-то время под его влиянием клетки вырабатывают этот эспептид. Он является для организма чужим. Иммунная система видит, что какая-то зараза в организм попала. И вырабатывается иммунный ответ. Дальше этот вирус естественным путем уходит, поскольку он не может размножаться. Как бы он не является, по этому принципу, живым объектом. Что там остается, иммунная система избавляется. И в итоге остается именно иммунный ответ в отношении этого эспептида. И когда уже в будущем, если не дай бог, коронавирусная инфекция новая попадает в организм, уже организм, иммунная система знает о том, как с ней бороться, каким образом защищаться. А у нас есть звоночек в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у меня вот какой вопрос. То есть я вакцинирован уже двойна компонентами. Еще, правда, не делал тест на наличие антител. Мне интересно следующее. Если, к примеру, я попаду по счастливой случайности в те 10%, у которых не вырабатываются антитела. Какие дальнейшие действия у меня должны быть? Там ревакцинация спутником, там, либо уже другие какие-то препараты. Спасибо. Спасибо. Ну, по сути, я отвечу. Антитела в данном случае являются вторичным. Самым главным компонентом иммунной системы, обеспечивающим защиту от вирусов, в частности, это является клеточный иммунитет. То есть для данного случая нужно определять не антитела, а специалистические Т-лимфоциты. Их, к сожалению, обсудили достаточно проблематично. Что гарантировано, что вакцина спутник Ви, она обеспечивает защиту в 100% случаев от тяжелых форм заболевания. То есть даже если вы попали в ту прослойку населения, которая выработала недостаточно высокий уровень защиты, все равно тяжелого заболевания не будет. И бежать, допустим, мониторить антитела, делать какие-то графики, это, мне кажется, неправильный путь. Просто, когда будет очередная ревакцинация, сделают препарат в очередной раз. А нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой? Это самый насущный вопрос, который интересует население. Я считаю, позвольте уже, я отвечу. Мне кажется, что нет, и ни в одних рекомендациях такого пожелания не значится. Почему? Потому что что нам говорят антитела? Они говорят нам о некой вероятности. Допустим, высокий титр антител, значит, вероятность заболеть ниже, но все равно она присутствует. Низкий титр антител или их вообще нет, значит, вероятность заболеть, она вроде бы выше, но при этом может быть клеточный иммунитет, который достаточно высок. То есть данный анализ часто просто путает людей, накладывается это на то, что много зарегистрировано сейчас тест-систем, у всех разные референтные значения, разные единицы измерения, и просто получив этот результат, возникает путаница. Что гарантировано? Если у вас уже есть иммунный ответ к коронавирусной инфекции, и вы сделаете вакцинацию, этот момент исследован, были хорошие работы, и у нас, и за рубежом в отношении нашей вакцины, и за рубежных вакцин, они доказали, что иммунный ответ в данном случае будет просто выше. То есть в любом случае это поможет. Учитывая тот момент, что, к сожалению, естественный иммунитет, он имеет тенденцию уходить, в данном случае дополнительно вакцинация. Это просто даст вам дополнительные факторы защиты, и позволит вам жить спокойнее и с уверенностью, как бы, в жадочном дне. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Это программа «Тема дня», мы возвращаемся к нашей беседе. Сегодня тема для обсуждения – это вакцинация в Тверской области. Итак, мы возвращаемся к вопросам. Сейчас начали, да, присоединились к прививочным кабинетам мобильные бригады. Как они работают, да, по какому принципу? Ну, я бы не сказал, что они только сейчас присоединились. Выездные прививочные бригады у нас существовали всегда. Сейчас их значимость возросла в связи с тем, что вакцина сама по себе обладает некоторыми особенностями хранения, транспортировки, требует условий в виде низких температур, минус 18 градусов и ниже. Поэтому были созданы на нашей территории 38 прививочных пунктов, в которых созданы условия для сохранения вакцины и использования ее в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Там же, где мы не можем создать такие условия, работают наши выездные прививочные бригады, которые доставляют эту вакцину с соблюдением всех необходимых требований к тем, кто хочет вакцинироваться. У нас на сегодняшний день таких выездных прививочных бригад 13, они осуществляют вакцинацию как в отдаленных населенных пунктах, так и на территории предприятий промышленных, так и в учреждениях социальной защиты, и в учреждениях, где проживают у нас люди старшего возрастной группы, это дома престарелых, это сотрудники учреждений детских с круглосуточным пребыванием, которые не могут, допустим, прийти на прививочный пункт, привиться. То есть именно с этой целью работают выездные прививочные бригады и показывают очень хорошие результаты. То есть часть муниципалитетов у нас закреплена за такими выездными прививочными бригадами, которые выезжают на территорию, и по уже заранее заготовленным спискам, по листам ожидания, осуществляют вакцинацию такими крупными партиями по 100-150 человек в день. Поэтому сейчас необходимость поступления вакцины, она достаточно важна. Почему? Потому что эти выездные бригады, то есть помимо стационарных пунктов, мои выездные бригады должны обеспечивать вакцины, чтобы эта работа не прекращалась. А объемы проводимой вакцинации ежедневно только увеличивались. Потому что как раз сейчас тот самый удобный момент для проведения вакцинации. Мы видим, как снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в Тверской области было зарегистрировано менее 100 новых случаев заболевания. А это уже можно сказать, что это работа вакцины? Можно уже? Нет. Пока, к сожалению, мы вакцинировали менее 10% подлежащего населения. В целом план по вакцинации у нас выполнен на 11%. Но говорить о том, что вакцинация вносит какой-то вклад в борьбу с эпидемией и оказывает влияние на заболеваемость коронавирусной инфекцией достаточно сложно. Во всяком случае, это не будет справедливым таким осуждением. Скорее, мы говорим о сезонном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией. И вот как раз сейчас тот удобный период для того, чтобы пройти вакцинацию и подготовиться к возможному следующему подъему заболеваемости коронавирусной инфекцией, который мы можем ожидать уже в начале осени текущего года. Если мы привьем достаточное количество людей, то, соответственно, сможем избежать подъема заболеваемости или сделать его не таким ощутимым, не таким выраженным, как это было в прошлом году. — Чтобы вакцинироваться при помощи мобильной прививочной бригады, чтобы она приехала, это нужно записаться жителям каких-либо отдаленных районов? Как они должны действовать? — Конечно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. То есть, к примеру, Жарковская ЦРБ не проводит вакцинацию своими силами. Вакцинацию на их территории осуществляет выездная прививочная бригада Западно-Двинской ЦРБ. Так вот, гражданину, который проживает на территории Жарковского муниципального образования, необходимо обратиться в Жарковскую ЦРБ, в поликлинику, изъявить желание, что он хочет записаться. Его внесут в список, в лист ожидания и, соответственно, скажут, в какой день ему нужно прийти для того, чтобы пройти вакцинацию. Сначала первым компонентом, потом вторым компонентом, естественно. А Западно-Двинская ЦРБ обеспечивает выезд в Жарковскую для того, чтобы провести вот такую вот выездную работу на территории Жарковской. — Даже если это один пациент? — Ну, ради одного человека, конечно, выезжать не будут. То есть, это логично. Чтобы оптимально использовать силы и средства, мы формируем лист ожидания, 20, 30, 50 человек. И уже выезд осуществляется для вакцинации этой группы населения, тех, кто записался. — А у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Слушаем вас. — Вы меня слушаете? — Конечно. — Если можно, чуточку погромче, а то у меня не очень хорошо со слухом. Меня зовут Галина Семеновна, мне уже 87 лет. И мне хотелось бы узнать. Год назад я перенесла операцию рак молочной железы плюс гипертония. Стоит ли мне вакцинироваться? — Спасибо за звонок. — Давайте я отвечу. Вы находитесь в группе риска, к сожалению, тяжелого течения заболевания, поэтому вам вакцинироваться необходимо. То, что вы перенесли операцию по поводу заболевания молочной железы, если в настоящее время вы не получаете лучевую либо химиотерапию, то противопоказаний по этому направлению у вас нет. А то, что у вас есть возраст, уже такой достаточно солидный, и заболевание существует с системой, повышение давления, то это подчеркивает необходимость вашей вакцинации. — Роман Владимирович, а сколько должно времени пройти после лечения лучевой химиотерапии, чтобы человек пошел вакцинировался? Сколько он должен переждать времени? — Этот момент как раз сейчас оценивается, изучается. Если не ошибаюсь, это неделю или полторы назад было объявлено о начале нового этапа исследований пациентов, которые получают химиотерапию в настоящее время. То есть, насколько эффективно и безопасно, ну, эффективно вопрос безопасности в данном случае не стоит, а вакцинация в данной группе. В настоящее время есть рекомендация, что если в настоящее время человек получает это лечение, лучше подождать, пока оно закончится. Потому что терапия, которая проводится, на сожалению, обладает иммуноподавляющим эффектом, и, к сожалению, эффекта большого от вакцинации в данном случае не ожидается. Как она закончится, то можно. Точные цифры, сколько должно пройти в днях, допустим, после окончания лечения, я думаю, что они появятся обозреваемым в будущем. А у нас есть еще один звоночек в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если есть хроническое аутоиммунное заболевание, какой вакциной можно привиться лучше? Спасибо, звоночек. Это хороший вопрос. Аутоиммунные заболевания в период обострения, они являются таким ограничивающим фактором. Здесь необходимо, конечно, консультация с вашим лечащим врачом. Если у вас заболевание находится в ремиссии, то есть вы его контролируете, у вас нет каких-то признаков этого проблемы. Ну, что там за заболевание, то есть у всех же разные. То есть вы отслеживаете, может быть, какие-то лабораторные показатели, может, там, не знаю, гормоны щитовидные же. Сейчас мы уже фантазируем. Если все под контролем, то можно делать. Если заболевание находится в каком-то нестабильном состоянии, в обострении, лучше посоветоваться с врачом. А какие на сегодняшний день есть противопоказания для вакцинации? Ну, если мы говорим о той вакцине, которая используется, то основным противопоказанием все-таки считается гиперчувствительность к вакцине или компонентам вакцины, которые находятся в ее составе. То есть в таком случае, если достоверно известно, что у человека, который ранее делал, скажем, прививку, которая могла содержать компоненты вакцины, аналогичные тем, которые входят в состав спутника, то в данной ситуации, конечно, оформляется стойкий медицинский отвод, и это является противопоказанием к вакцинации. Также к противопоказаниям можно отнести беременность и период грудного вскармливания. Но мы понимаем, что во времени эти процессы не столь продолжительны, и при прекращении этого периода можно вакцинироваться. К относительным противопоказаниям можно отнести острые инфекционные заболевания и обострение хронических неинфекционных заболеваний. А, например, каких? Ну, например, можно сказать, что артериальная гипертензия, которая находится не под контролем, которая медикаментозно не контролируется, или декомпенсированный сахарный диабет. Если уровень сахара не удается взять под контроль при помощи сахароснижающих препаратов или инсулина, если доза не подобрана, то в такой ситуации нужно обратиться к врачу-терапевту, кардиологу или эндокринологу для того, чтобы сначала компенсировать хроническое состояние, перевести его в статус хронической, в статус ремиссии, и потом уже принимать решение о вакцинации. В любом случае мы говорим о чем? О том, что даже если имеется какое-то временное противопоказание, временный медицинский отвод, то при, если это острое инфекционное заболевание, вакцинацию можно начинать уже после нормализации температуры. Если это обострение хронического заболевания, то тут, конечно, решение о проведении вакцинации нужно принимать совместно с лечащим врачом. Еще один тоже частый вопрос. Я переболел гриппом, ОРВИ и так далее. Сколько должно пройти по времени, чтобы человек со спокойной душой мог записаться на вакцинацию? Это очень частый вопрос, который нам задают зрители. Как я уже сказал, при нетяжелых ОРВИ вакцинация возможна уже после нормализации температуры. Во всех остальных случаях, то есть не меньше двух недель, должно пройти после выздоровления. Если это грипп или ОРВИ? Мы рассматриваем ОРВИ в целом, потому что на территории Тверской области, как показал опыт прошедшего и еще продолжающегося эпидсезона, ни одного случая гриппа зарегистрированного не было. Но любая острая респираторная вирусная инфекция, которая сопровождается схожими симптомами, в первую очередь, конечно, подъемом температуры, мы можем говорить о возможности вакцинации после нормализации температуры и того, как пройдут симптомы. И еще, знаете, вопрос тоже довольно насущный. Сейчас весна, у многих начинает проявляться аллергия на цветение, на пыль, множество всяких возможных вариаций. И хочется спросить, вакцинироваться вот в такой период, высыпаний, аллергии всевозможных, как вообще? Стоит отложить все-таки? Мы традиционно вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок или календаря по эпидемическим показаниям проводим даже при обострении аллергических каких-то состояний. Но я имею в виду именно в период весеннего цветения либо при аллергии на домашних животных или другие какие-либо аллергены, если возникает реакция, то вакцинация возможна, но под прикрытием антигистаминных препаратов может быть, конечно, Роман Владимирович меня поправит в этом отношении. Но, насколько я знаю, вакцинировать можно даже иммунокомпрометированных людей, то есть у кого имеются какие-либо проблемы с иммунной системой, у кого имеются различного рода аллергические, аллергологические анамнезы. Но здесь в каждом конкретном случае нужно подходить индивидуально. И всех одинаково под одну гребенку мы, к сожалению, не можем вот так вот оценивать. И поэтому каждый конкретный случай должен разбираться индивидуально. Немножко добавлю. Когда мы говорим о подъеме этих аллергических дел весной, мы говорим про аллергию именно на пыльцу, на цветение, которое возникает весной, летом. Основная же масса аллергии, допустим, бытовая, на животных и так далее, более 60% вообще всех аллергий. Мы когда-то делали такую работу в нашей области, она вообще идет на бытовые аллергии, на которые являются круглогодичными. То есть в данном случае коллега совершенно прав. То есть назначается просто базисная терапия, противоаллергическая, она вполне существующая современная форма, которая позволяет полностью заболевание свести к бессимптомному течению. На фоне этого вполне можно вакцинироваться. Но все-таки в период высыпаний и всевозможных проявлений лучше все-таки обращаться к врачу. Ну, если мы говорим про аллергию к цветению, то там обычно проявления, это заложенный снос, чихание, допустим, может быть, какие-то проблемы с дыханием. Эти вещи при наблюдении у врача вполне можно свести в ноль. То есть существует много эффективных препаратов, которые позволяют все дело контролировать. Если мы говорим про кожное высыпание, допустим, какие-то копивницы, допустим, аллергический дерматит, то лучше, конечно, его подлечить и уже после этого вакцинироваться. Но здесь период лечения обычно составляет не больше 7-10 дней максимум. То есть после оккупирования можно записываться? Да, есть же традиционная установка нашей еще отечественной советской школы, которая касается вакцинации, что вакцинация проводится на фроне более-менее полного здоровья. То есть если заболевание выводится в ремиссию, можно вакцинироваться. Симптомы оккупироваться начаются адекватной терапией, можно делать. Зачастую перед тем, как вакцинироваться, когда человек записывается, спрашивают, есть ли какие-то аллергические реакции и так далее, рекомендуют пропить антигистаминные. С чем вот это может быть тоже связано? Это может быть аллергия на какой-то компонент, допустим, вакцины? Ну, опять, как уже говорилось, главное противопоказание, которое может ограничивать вакцинацию, это наличие аллергических реакций в прошлом на компонент данных вакцин. Векторные аденовирусные вакцины используются не очень активно. У них нет такой огромной истории применения. Поэтому ожидать какого-то значительного количества людей, у которых уже успел сформироваться какой-то там патологический вариант иммунного ответа к этой вакцине, нам не приходится, поскольку в прошлом никогда не было какой-то массовой вакцинации этим препаратом. Поэтому здесь риск этого ситуации достаточно низок. А под антигистаминах, опять-таки, это тоже традиционная рекомендация, чтобы снизить риск каких-то патологических реакций, даже, может быть, даже больше для успокоения врача и пациента. Роман Владимирович, еще один наполевший вопрос, я бы сказала, даже не вопрос, а стереотип, который сложился вообще в принципе в обществе, что привитый человек, только что привитый, может кого-то заразить. Ну, это совсем неправда. Это даже, скорее всего, можно сказать, что ложь. Нет, никакой опасности заразить кого-то чем-либо, связанного с вакцинацией, у этого человека нет, потому что ни одна из вакцин, которая зарегистрирована, не содержит, во-первых, сам коронавирус в живой форме. Вот эта новая Чумаковская вакцина там есть, он активированный, но он, в принципе, тоже лишен способности к заражению. Вот эта современная вакцина «Спутник Ви», которая является, по сути, сейчас основной, она является векторной, там есть аденовирус, но он лишен способности размножения, он не может передаваться человеку к человеку. Поэтому никакого возражения здесь не может быть. Сейчас существует три вакцины, в России, по крайней мере. А чем они вообще между собой отличаются? Ну, это совсем разные по принципу действия вакцины. Самая первая, которая была зарегистрирована, которая лучше всего уже описана, и на которой есть максимальное количество наблюдений, это «Спутник Ви». Ну, как уже говорил, это векторная аденовирусная вакцина, то есть, уже говорил, то есть, это видоизмененный вирус, аденовирус, который активно циркулирует и так в нашей популяции, то есть, он не является новым для людей. Кстати, с этим связано большое количество вот этих слухов, что вот вакцинировали человека аденовирусом, и вот после этого нашлись какие-то проблемы, там, не знаю, там бесплодие, там какие-то там проблемы с беременностью и так далее. Ну, да, если бы аденовирусы вызывали такие последствия, то мы давно уже исчезли с лица Земли, потому что мы чаще регулярно с этими аденовирусами контактируем. Если бы после каждого контакта с аденовирусом наступало мужское бесплодие, то ничего хорошего в жизни бы в этой больше не было. По поводу второй вакцины, это эпиваккарона, это пептидная вакцина, здесь содержится непосредственно этот пептид, в отношении которого должен вырабатываться иммунный ответ. То есть этот С-белок, в отношении которого иммунитет должен вырабатывать там лимфоциты, иммуноглобулины и так далее. И крайне зарегистрированная вакцина, называемая вакцина Чаваткова, Коронавак, это классическая вакцина, которая создана по принципам, которая используется на последние лет стоны уже для вакцинации, это инактивированный вирус. В настоящее время идет на стадии регистрации еще несколько вакцин с другим механизмом действия, то есть о них пока не очень рекомендовано говорить. Вот эти три вакцины, они у нас являются сейчас основными. Но самое главное, самое доступное, конечно, спутник ВИН. У нас есть звонок в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина Степановна, мне 76 лет. У меня вот такой вопрос. Я ходила к окулисту, у меня проблемы со зрением, молекулярная дистрофия. И мне доктор сказал, что нельзя делать прививку. Спасибо за вопрос. Можно ли это назвать противопоказанием? Ну, в классических противопоказаниях это не значится, но, возможно, есть какие-то особенности течения, которым у лечащего врача виднее. То есть при ситуациях, связанных с какими-то хроническими заболеваниями, может, на какой-то период обострения у вас идет какой-то диновоспалительный процесс. Сложно сказать, чем была мотивирована данная рекомендация. Но, в любом случае, врачу надо верить. Если вам была такая рекомендация дана, в данном конкретном случае, наверное, есть смысл подождать, пока вы пройдете курс лечения, ситуация улучшится, и после этого можно уже все делать. Если возвращаться к фейкам вокруг вакцинации, надо отметить, что фейками она обрастает с каждым днем, и каждый раз это иной раз такие истории, в которые даже и не поверишь. Может ли спутник Ви вызывать какие-то онкологические заболевания? Это тоже самый распространенный фейк. Те аденовирусы, которые были использованы для создания этих векторов, они не способны вызывать онкологические заболевания. Они хорошо изучены, есть уже длительный период наблюдения, то есть в данном случае она безопасна. И возвращаясь к тому моменту, что это не вирус, то есть он лишен способности размножаться, то есть это не живой объект. Вот какое-то время существует, какое-то там действие оказывается, дальше уходит. Никакого следа в организме после того, как прошло время после вакцинации, ни от вируса, ни от тех клеток, которые продуцировали белок, ничего не остается. А если зараженный человек уже привился? Говоря о мифах, которые есть на сегодняшний день, в продолжении того, что сказал Роман Владимирович, я хочу сказать, помимо того, что вакцина «Спутник Ви» содержит рекомбинантный аденовирус, нужно помнить о том, что задача вакцины — сформировать иммунитет. Ни в коем случае ни одна, ни эта вакцина, ни любая другая вакцина не индуцирует какие-либо патогенные процессы в организме, в том числе и онкологические. Ни в коем случае это может сделать живой настоящий вирус, от которого мы и пытаемся защититься, проводя вакцинацию. Сама же вакцина обеспечивает формирование иммунитета, который блокирует проникновение вируса в клетку. А если это и происходит, то наш иммунитет такую клетку стремится уничтожить. Но ни в коем случае онкологические заболевания, аутоиммунные заболевания, либо какие-либо другие заболевания, связанные с тем, что могут возникнуть какие-либо симптомы, которых до этого не было, вакцина не вызывает. Что касается того, что если заболеет вдруг человек, не заболеет, а прививается человек, который находится в инкубационном периоде, то в данной ситуации страстного тоже ничего нет. Как показывает уже практика на сегодняшний день, опыт накоплен достаточно большой по Российской Федерации, заболевание у таких людей протекает в более легкой форме, потому что вакцина обеспечивает оказание дополнительной помощи нашей иммунной системе в формировании иммунитета. То есть, помимо того, что вакцина обладает иммуногенностью, вирус, поступивший в организм, стимулирует наш иммунитет. Таким образом, иммунный ответ развивается быстрее, и болезнь протекает в более легкой форме, учитывая длительный инкубационный период заболевания. Но, тем не менее, случаи заражения бывают, когда человек привился, и либо он находился в состоянии инкубационного периода, либо он заболел и заразился уже после того, как получил первый компонент вакцины, но не закончил полный цикл вакцинации. Поэтому мы и говорим о необходимости соблюдения всех неспецифических мер профилактики, соблюдения масочного режима, гигиены рук, социальной дистанции. Несмотря на то, что заболеваемость снижается, мы все равно живем еще в условиях достаточно большой заболеваемости, высокого уровня заболеваемости. Поэтому ни один способ профилактики не дает стопроцентной защиты. Только комплекс мер, применяемых для того, чтобы защититься от заражения, может обеспечить максимальный уровень защиты. Вакцинация в совокупности с масочным режимом и гигиеной рук. Только таким образом, пока заболеваемость не снизится до практически нулевых значений. Стоит отметить, что даже привитый человек может заразиться, я так понимаю, но полезнее будет протекать в более легкой форме. Да, конечно. Роман Владимирович об этом говорил, что вакцина в 100% защищает от тяжелого течения болезни. Да, это не секрет. Заболевшие в определенном проценте случаев были вакцинированы. Точнее, наоборот, вакцинированные в определенном проценте случаев заболевают. Но мы видим, как болезнь у них протекает по типу обычного острого респираторного заболевания, сезонного. Да, оно вызвано коронавирусной инфекцией, но их состояние не требует госпитализации, не требует оказания медицинской помощи в условиях стационара, тем более с применением кислорода терапии или искусственной вентиляции легких. Мы таким образом говорим о том, что вакцина, с одной стороны, является профилактической мерой, позволяет в большинстве случаев все-таки избежать заражения, но если заражение все-таки происходит и заболевание наступает, то это вакцина, которая сохраняет человеческие жизни. Вакцина, которая переводит болезнь в легкую форму и защищает в 100% случаев от тяжелого течения. А какой срок вообще у вакцины? Насколько она рассчитана? Сколько иммунитет будет держаться? По заявлению производителей вакцины, и об этом неоднократно говорил директор научного центра Гмалеи, Александр Гинсбург, вакцина обеспечивает формирование иммунитета на срок до двух лет максимально. Мы сейчас можем судить о том, что этот период времени находится в пределах от полутора до двух лет. То есть, привившись сейчас, мы с вами обеспечиваем формирование защитного иммунитета на срок от полутора до двух лет, до того момента, пока нам не потребуется повторное введение препарата, этого ли, но измененного, либо другой вакцины, которая у нас будет на вооружении, но, тем не менее, на минимум полтора года о том, чтобы проводить прививку от коронавирусной инфекции, можно будет забыть. А естественный иммунитет, так называемый, который приобретен вследствие перенесения заболевания, сохраняется же меньшее количество времени, чем иммунитет, приобретенный при помощи вакцинации? На сегодняшний день мы говорим, опять же, о иммунитете и должны принимать во внимание объективизацию тех методов исследования, которые нам позволяют говорить о наличии самого иммунитета. И здесь, опять же, мы должны упомянуть индивидуальные особенности каждого человека, который мог перенести коронавирусную инфекцию. У кого-то иммунитет будет сохраняться дольше времени и выражаться в высоком уровне антител. У кого-то этот уровень антител либо вообще не будет определяться, либо будет на достаточно минимальном каком-то уровне. И судить о наличии постинфекционного иммунитета, о его продолжительности в данной ситуации достаточно сложно, но мы уже говорим о том, и об этом нам говорят наши ученые, что в данной ситуации, как бы ни было парадоксально, поствакцинальный иммунитет является более стойким и более продолжительным, чем постинфекционный, то есть после перенесенного заболевания. А у нас есть еще один звоночек. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот делала уколы нестероидные от суставов, и разболелся желудочно-кишечный тракт. Наверное, не стоит делать, да, прививку сейчас? Спасибо. И когда будет эпивак корона у нас в перье? Спасибо. Звонок еще раз. Ну вот что касается терапии нестероидными, противовоспалительными препаратами, конечно, да, здесь ситуация одна из наиболее распространенных, когда со стороны желудочно-кишечного тракта начинаются те или иные проявления воспалительные. И нужно сказать, что, конечно, вакцинацию в данной ситуации можно откладывать, но все равно возможность вакцинации лучше уточняется своим лечащим врачом. После консультации у лечащего врача решение о вакцинации может быть либо принято, либо отложено на период до улучшения состояния здоровья. То есть мы сейчас не можем судить о тяжести тех проявлений, которые возникли, о тех возможных последствиях, которые могут дальше развиваться. Поэтому только при консультации со своим лечащим врачом, при контроле анализов и показателей крови и общего состояния. Что касается поступления эпиваккароны в Тверскую область, да, мы все прекрасно знаем из новостей и из официальных источников о том, что препарат был запущен в промышленное производство. И нам всем говорят о том, что вакцина ожидается к выпуску в гражданский оборот. Но, как я сказал ранее, распределение вакцины осуществляется централизованно Министерством здравоохранения Российской Федерации. Так вот, на сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в первом полугодии в гражданский оборот будет выпущено более 50 миллионов доз вакцины «Спутник Ви». При этом количество выпускаемых в гражданский оборот вакцины эпиваккарона существенно в разы меньше. И на сегодняшний день информации о сроках и объемах возможных поставок в Тверскую область у нас, к сожалению, не имеется. Вместе с тем, по заявлению и руководителя Роспотребнадзора, и наших ведущих ученых, и эпидемиологов, и иммунологов, решение о вакцинации откладывать не стоит. И нет смысла ждать какую-то альтернативную вакцину, потому что на сегодняшний день вакцина «Спутник» зарекомендовала себя и по уровню эффективности, и по уровню безопасности. И говорить о том, что эпиваккарона может каким-то образом изменить ситуацию и быть более эффективной или более безопасной, говорить сложно. Нужно вакцинироваться уже сегодня и тем, что ближе, тем, что есть на вооружении, потому что каждый день промедления сопряжен с риском инфицирования, с риском заражения и тяжелого течения болезни. Поэтому, проявившись сегодня, мы себя таким образом защищаем. Еще немножко добавлю к сказанному. По общению с коллегами, точно она появляется где-то в районе Новосибирска, в регионах Сибири. То есть до центральных регионов эпиваккарона не доходит. Но хорошая новость в том, что «Спутник Ви» является векторной вакциной. Вакцины такого класса, они обладают большей иммуногенностью, большей способностью формировать иммунный ответ, чем, допустим, инактивированные вакцины, подобие вакцинной «Конвак» или «ИПВаккарона». Поэтому наиболее эффективный, наиболее способный выработать долгосрочную иммунную защиту инструмент, он есть. Поэтому здесь беспокоиться, мне кажется, не стоит. А Вы знаете, боятся как раз-таки всех проявлений, так называемой побочки от вакцинации, температуры и так далее. Является ли это вообще в принципе побочным явлением? Вот нужно бояться не побочки, а нужно бояться тех проявлений, которые вызывают вирус в организме зараженного человека. Потому что болезнь, она в разы страшнее, ее последствия в разы страшнее, чем те возможные поствакцинальные реакции, которые могут развиться. Как показывает практика, на сегодняшний день, как я уже сказал, в Тверской области привито достаточно большое количество, более 72 тысяч человек. И мы говорим о том, что по наблюдениям за привитыми, частота поствакцинальных реакций, она катастрофически мала. Тем более, уж нам не приходится говорить о тяжелых поствакцинальных последствиях. А поствакцинальные реакции являются нормальной реакцией нашего организма на введение чужеродных веществ, которые призваны выработать иммунитет. Сталкиваясь с любой инфекцией, мы начинаем температурить, у нас начинает болеть горло, у нас появляется насморк. Это реакция организма на инфекцию. Когда мы делаем прививку, у нас также может подняться температура, может проявляться общая слабость, боль в месте инъекции, легкое головокружение. Все эти симптомы проходят самостоятельно в течение первых максимум двух суток, после чего они все проходят, и состояние здоровья нормализуется без применения каких-либо специальных медикаментов, лекарств, специального какого-то лечения. То есть это показывает реакцию нашего организма на введение вакцины, и она не является патологической. Это нормальная реакция. Но в большинстве случаев, как я уже сказал, это наблюдение справедливо. И в отношении лиц старшей возрастной группы после прививки не отмечают люди у себя никаких симптомов, у большинства людей. При этом эффективность вакцинации находится на достаточно большом уровне. Но подобные побочные явления, как их называют, проявляются не только от прививки от коронавируса? Любая прививка, она сопряжена с поствакцинальными реакциями. Но не нужно путать реакции и осложнения. Все осложнения мы в рамках фармаконадзора отслеживаем, ведем ежедневный мониторинг таких проявлений и в индивидуальном порядке разбираем каждый такой случай. Так вот, на сегодняшний день тяжелых поствакцинальных осложнений в Тверской области зарегистрированы единицы. То есть частота таких случаев, если пересчитать в глобальном масштабе, она составляет порядка одного-двух случаев на миллион. То есть вы сами понимаете, что эта частота, она очень мала. Поэтому мы говорим о безопасности вакцины, о ее эффективности и о том, что необходимо вакцинироваться именно сейчас. Потому что сама инфекция вызывает помимо основных клинических проявлений, еще и проявления, которые обуславливают постковидный синдром. То есть вроде как болезнь-то ушла и лабораторно не определяется ни возбудитель, ни его следы в организме человека переболевшего. Но симптомы остаются. Стойкая дыхательная недостаточность, стойкие нарушения со стороны системы кровоснабжения, сердечно-сосудистой системы, со стороны центральной нервной системы. Поэтому в данной ситуации вакцина защищает не только от самой болезни, но и от возможных последствий, которые может, кстати говоря, вызвать коронавирус. Ну что ж, наша программа подходит к своему завершению. Напомню, что гостями сегодня были Роман Владимирович Майоров, врач-иммунолог, проректор ТГМУ и главный нештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Сергеевич Раздорский. Меня зовут Валерия Королева. Всего доброго.